сегодня мы поговорим об одной из самых трендовых тематик нынешнего времени о том как стать популярным инстаграм идет снег никто не знает что идет снег вот ты рассказала им прям интересную новость хейтеры бывают везде если популярная страничка от них невозможно избавиться полностью они бывают один пишет очень много мужчин и обычно мужчины иностранцы в основном присылают такие фотографии что стыдно их смотреть возможно я бы не укладывал так много фотографий со своим парнем привет сегодня мы поговорим об одной из самых трендовых тематик нынешнего времени это о том как стать популярным инстаграм как на нем заработать как его раскрутить и тому подобные вещи об этом мы поговорим с очень известным блогером это ирина кайданович у нее более 90 тысяч подписчиков и она нам расскажет все секреты продвижения в инстаграм привет привет видите смотри у твоего блога в инстаграм сто процентов есть тематика как ты выбирала или ты просто фотографировала опубликовала все что угодно во первых хочу сказать что однозначно для инстаграм блогера очень важна тематика и лучше всего выбирать что-то то что для вас близко например если вы хотите рекламировать спорт но никогда в жизни не занимались не стоит этого делать люди поймут люди будут чувствовать это поэтому нужно выбирать то что вам нравится то что близко для вас и тогда на сто процентов получится хорошо а по тематике если ты выбираешь тематику она должна быть интересно только тебе или и твоим читателям ну допустим я понимаю что если я буду рассказать про спорт или этом про бизнес или еще что-нибудь это широкая аудитория может слушать если я буду рассказывать про то как не знаю как лепить из глины стакан и то у меня будет узкая аудитория какую лучше выбирать тут уже все зависит от твоих целей чего ты хочешь добиться в инстаграме конечно же если ты хочешь много подписчиков популярность какую-то то конечно же тебе нужно выбирать какие-то тематики которые интересны всем ну большинству людей так сказать если же у тебя есть цель продавать что-то возможно конкретному каком-то небольшому количеству людей которым это интересно то тут уже подойдет вот эти глиняные гречики как сказать да то есть все зависит от того какие у тебя цели для инстаграма когда ты делала свой инстаграм оформление у тебя всегда была таким или ты как-то пришла поэтапно к нему что там писать вообще конечно же конечно я пришла поэтапно сразу мне был инстаграм совсем не такой особенно важно что у вас в шапке профиля потому что когда человек заходит по на страницу первое что он видит это ваши фотографии они должны быть яркие они должны привлекать глаз ну и второе он читает шапку он должен понять по этой шапке профиля что вы хотите донести что он тут интересного сможет для себя поиметь поэтому важно там указать например что вы пишите о спорте тама питания ли еще чем-то самые важные вещи а когда ты ведешь свой инстаграм ты придерживаешься кого-то контент плана ты там продумываешь наперёд или вот все что увидела все сфотографировала вообще считаю что контент план это очень хорошо и это нужно делать это очень помогает потому что не всегда получается сделать фотографию куда-то уехали там написать пост это жизнь не всегда Но если вы делаете контент-план, у вас есть на неделю сразу фотографии, посты, это очень удобно. Я не всегда так делаю, к сожалению, не хватает организованности, возможно, какие-то у меня обычно идеи приходят новые в голову, и уже не актуально то, что я задумала неделю назад, поэтому у меня как-то так оно все сумбурненько. Но все равно у тебя есть часть заготовленного контента, который ты иногда публикаешь. Да, часть обязательно есть, у меня есть посты, которые обязательно должны быть за неделю, хотя бы там один о тренировках, один о питании, обязательно вот они должны быть. Как я слышу, у тебя есть несколько тематик о питании, о тренировках. Какие еще есть тематики у тебя? Ну, основные это питание и именно веганство. Я уже год как веган и пытаюсь продвигать эту тему у себя в Инстаграме достаточно успешно. Плюс тренировки. Также иногда я пишу на какие-то отдаленные от этого темы, в принципе. Есть какие-то рекомендации по поводу фотографий, по поводу того, как лучше сделать, сколько делать, лучше профессиональные или обычные? Я могу сказать, что важно, чтобы были и профессиональные, и обычные. Не нужно делать, например, только профессиональные, потому что важно быть поближе к людям. И вот эти вот обычные фотографии, селфи или же где-то дома возле кухни, они люди видят, какой вы настоящий, а не только фотографии, которые там отфотошоплены идеальны. Поэтому важно смешивать вот эти фото, и так будет хорошо. Обрабатываешь ли ты свои фото сама в телефоне какими-либо программами? Конечно. По поводу фото вообще хочу сказать, что, во-первых, они должны быть качественные. Очень важно сделать качественную фотографию на хороший фотоаппарат, ну или телефон, но если они будут какие-то вот сероватые, тускловатые, темные, это плохо. Фотография должна быть светлая, яркая и обработанная. Я обрабатываю, у меня есть несколько программ. Самая такая актуальная, я думаю, все уже не знают, это ВСЦО, вроде так она называется. Там есть множество фильтров, их можно купить, и вот эти фильтры я применяю к своим фотографиям. Также есть еще несколько программ, которыми я пользуюсь. В принципе, да, я обрабатываю, это важно. Как ты относишься к фотошопу? То есть обрабатывать можно по-разному. Можно, допустим, просто поменять цветовую гамму, можно там полностью вырисовать картинку, там, допустим, там цвет воды изменить, фигуру изменить, глаза изменить, все что угодно изменить. То есть ты вот легкую обработку, не полную там скульптуру делаешь, правильно же? Да, я считаю, что конкретно для моего инстаграма я применяю легкую обработку, там где-то что-то убрала, возможно, какого-то человека, когда очень мешает, да. Я не обрабатываю, как прям такую картинку вырезанную, потому что это не подходит к моему инстаграму. Если бы я там делала какие-то невероятные снимки природы, может быть, какие-то необычные, и там это нужно, то да. Но у меня немножко по-другому все в инстаграме. Всегда интересовал вопрос. Девушки, когда, ну, готовятся к фотосессии, ну, точнее не фотосессии, а просто себя фотоят в сториз, куда угодно, делаете ли вы какой-то специальный макияж? Или как вот днем ходишь, так и делаешь? Ну, это тоже зависит, смотря от какой сториз вы снимаете. Но обычно это так, как есть, так и снимаем, просто важен цвет. Важен цвет, если он будет хороший и светлый, то у вас будет все хорошо. А если, например, не совсем хороший макияж или его вообще нет, то всегда в помощь есть какие-то масочки, какие-то фильтры в инстаграме, где сглаживается кожа, или там можно применить какие-то ушки, зайчики. Это не есть совсем хорошо, лучше выходить к людям вот без этих ушек. Но если уже ситуация совсем плохая, можно применить. По поводу сториз, раз мы уже заговорили, как часто ты их делаешь? О чем ты рассказываешь? Лучше говорить, фотографии вставлять, что там вообще делать? Вообще по поводу сториз я хочу сказать, что это очень-очень важно. Их нужно делать, и желательно почаще, потому что если ты делаешь сториз, это вызывает большее доверие людей к тебе, к твоей страничке. Ты как будто общаешься с ними. Я считаю, что нужно делать минимум 10 сториз в день, но очень важно не снимать, что попало. Если вы будете ходить, вот я иду и снимаете там дорогу, да, или там вот небо голубое, идет снег, никто не знает, что идет снег, вот ты рассказала им прям интересную новость, да, это не подойдет. Лучше снимать себя, конечно же. Половина сториз, это должно быть селфи, где ты что-то рассказываешь, какую-то важную информацию, ну, по поводу того, что у тебя происходит в жизни, или же какие-то темы твоего инстаграма, так сказать. И второе, это хорошо, если кто-то будет тебя снимать, и тебя будет видеть не только твое лицо, а как-то вообще, как ты живешь, что-то ты делаешь, тебя кто-то снимает, там, готовишь еду, еще что-то. Это очень важно, чтобы тебя видели и видели твою жизнь люди. Потом им становится интересно, а что же дальше? Чем же она, куда же она пошла дальше? Действительно, это интересно, да. А проводишь ли ты прямые эфиры? Прямые эфиры можно отнести к этой же категории, они точно так же важны, я их провожу, и желательно их тоже проводить, ну, хотя бы два раза в неделю, будет достаточно, потому что тут еще больше общения с людьми. Тут ты не заготавливаешь что-то заранее, а вот тебе человек задает вопрос, ты отвечаешь, ты можешь как-то неправильно, возможно, ответить, но тебя видят настоящую, и это тоже очень важно. А бывают ли хейтеры в прямом эфире, или у тебя нет такого? Хейтеры бывают везде. Если популярная страничка, от них невозможно избавиться полностью, они бывают, но опять же, я считаю, что если хейтер, ну, не совсем такой уже там плохое-плохое пишет, то он не мешает, пусть будет, наоборот, он создает какой-то ажиотаж, какие-то общения, люди, которые тебя любят, начинают писать, что ты плохой, не пиши, так вот она же такая классная, и уже начинается какое-то общение, какой-то актив. По поводу фотографий, в интернете есть куча вопросов от людей, формата, какие хэштеги выбрать, ставить ли геолокацию, что посоветуешь? Я посоветую применять по максимуму все инструменты, которые возможны. Раньше я тоже недооценивала вот этих вот хэштегов и геолокаций, но сейчас знаю точно, что когда я ставлю геолокацию, я всегда попадаю в топ. Почему? Ну, это из-за лайков, из-за комментариев, из-за активности. Когда я смотрю свою статистику, то по хэштегу или же по геолокации приходит очень много людей, поэтому это действительно важно. Желательно ставить, конечно, геолокации там, где люди активные, где люди постоянно что-то выкладывают. Желательно тоже, если вы в зале, то ставить там залы, если вы дома, то не ставить рестораны, потому что это немножко странно. Но, тем не менее, не выпускайте эти моменты, это важно. То есть, как я понимаю, если брать геолокацию, то ты не всегда ставишь ту геолокацию, где находишься. Да, не всегда, потому что иногда я фотографируюсь дома, например, в спортивном каком-то наряде. Почему бы мне не поставить, что я в спортлайфе, да? То есть, люди увидят, те, кому интересна тема моего поста, там, какого-то о спорте, и они подпишутся. Общаясь с инстаграм-блогерами, я слышу, что каждый из них гонится за активностью, то есть, чтобы получить максимум лайков, комментариев и тому подобных вещей. Зачем это нужно блогерам? Все очень просто. Чем больше у тебя активность в твоем инстаграме, тем больше охват. Если инстаграм видит, что ваша страничка интересна, ваша фотография лайкается, комментируется, значит, там что-то есть действительно интересное, и он показывает ее больше, и, соответственно, становится больше охват, больше людей ее видят и больше подписываются. То есть, подытожим, чем больше активности, тем больше людей видят твой колон. По поводу продвижения, вопросы, как ты продвигала свой аккаунт, как ты достигла этих 90 тысяч, вначале было сложнее или проще? Вначале однозначно было проще. Почему? Потому что еще пару лет назад не было так много людей в инстаграме, так много блогеров, это все было новое и было намного проще. Но, к сожалению, и я на тот момент не думала, что это что-то классное, и оно мне нужно, поэтому не делала все так, как мне бы хотелось сейчас. Как я его продвигала? Вначале все было, на самом деле, очень просто. Я брала популярных девочек, смотрела, кто их комментирует, и подписывалась на этих людей вручную, просто вот. И, конечно же, сделала ошибку в том, что я старалась подписываться на мужчин. Я думала, что неважно, какие люди будут у меня, главное — активность. Я тогда не понимала, что это не так. И поэтому у меня число подписчиков быстро выросло, соответственно, фотографии были красивые, лайкала, подписывалась на мужчин. И вот, пожалуйста, первая двадцатка у меня примерно вот так и появилась. Тогда еще не было тех программ, которые сами подписывают масс-фолловинг. И меня вот это все делало вручную и пальцем. Это было непросто. Я смотрю, куча мне вот постоянно в личку пишут о том, там, попадешь в топы инстаграм, что это такое, зачем? Топ инстаграм — это значит, когда ваша страничка, опять же, очень интересна, и ее показывают. Вот когда листаешь интересное, например, в инстаграме, да, там же показывают разные профили. Иногда, кстати, даже открываешь фотографию, а там 300 лайков. Вот странно, да, 300 лайков, а человека показывают. Его количество подписчиков, очень большое количество их лайкает. И из-за этого получается, что он попадает в интересное. По поводу рекламы, использовала ты когда-либо рекламу? В каких целях? Для себя, для других? Ну, то есть в плане вот эта кнопка «продвигать»? Конечно, использовала. И я считаю, что это очень хороший способ продвинуть свой инстаграм. Но тут важно правильно настроить все. Там есть определенные функции, какой возраст выбираешь, какой город, но это все уже так. Важно, что вы продвигаете. Фотография, которую продвигать, во-первых, должна быть яркая, красивая, которая привлечет внимание. И желательно, конечно же, делать на этой фотографии какие-то, возможно, конкурсы, розыгрыши, чтобы людей заинтересовать, чтобы какая-то половина с них точно у вас осталась. Поэтому я считаю, что это очень хороший способ для продвижения. А по поводу коллаборации с блогерами, там, может, с девочками вы там обмениваетесь как-то аудиторией? Или участвовала в каких-то, платила ли кому-то? Конечно. Я вообще, мне кажется, припробовала все способы, которые возможны. Выбрала для себя, конечно, самые лучшие. Во-первых, я хочу сказать, что какую рекламу вы бы не делали, если у вас профиль не очень, ничего не поможет. Вот действительно, самое важное – это качественный контент. Очередь фотографии, потом текст. И вот по поводу коллаборации точно та же история. Если у вас качественный контент, оно работает. Я пробовала, да. Главное – выбирать нормальных блогеров, с которыми будете контактировать. Потому что, если там много ботов, нужно это все проверять вручную, то дела не будет, ничего не будет. Поэтому ищите хороших блогеров, делайте коллаборации, и тоже будет хорошо. По поводу ботов, раз уже упомянула, как ты относишься к накрутке ботов, лайков, просмотров? Сейчас можно накрутить, насколько я понимаю, все. Стоит ли этим пользоваться? Опять же, я это пробовала, конечно же. И скажу, что ничего хорошего в этом нет. Если накручивать ботов, ну, как подписчиков, они обычно висят мертвым грузом и не дают никакой активности. Они не мешают, на самом деле, это неправда, что они мешают. Там, инстаграм меньше вас не показывают, но они не дают ничего. А самое худшее, что спустя недельки-две они по чуть-чуть начинают исчезать. И вот если вы накрутили десяточку, она через месяц может полностью вся куда-то исчезнуть. То есть нет постоянных ботов, их очень сложно найти. С лайками точно та же ситуация, если даже накручивать лайки. Лайки не всегда делают статистику, только очень дорогие. Ну, тут очень сложно с этим. Если хотите зарабатывать, все-таки оно не поможет. А если бы ты выбирала блогера для рекламы, для коллаборации, и тебе бы важен был результат, как бы ты определяла, накручены или нет, сервисы какие-то? Поскольку я уже все это хорошо знаю, то мне достаточно посмотреть вручную. Просто полистать, кто на нее подписан или кто ее лайкает, кто комментирует. Если комментируют одни и те же люди, это могут быть просто какие-то чаты активности или что-то такое. Точно так же по лайкам. Просто пролистать, посмотреть, если дешевые лайки, это какие-то иностранные странички обычно, иностранные аватарки. Тут уже сразу все понятно. Если аватарки русские, заходишь, смотришь. Две-три фотки или же вообще закрытая страничка. То есть это все прям очень легко. И кто об этом знает, тот смотрит. По поводу гивэвэев. Как ты к ним относишься? Участвовала, проводила? Какие результаты? В гивэвэях я участвовала. Буквально недавно в двух участвовала. И что могу сказать? Во время гивэвэя круто. Люди приходят очень много. Важно участвовать в гивэвэях тех организаторов, которые... Вам интересна их аудитория. Например, если она там спортивная, а вы о готовке, то лучше не надо. Надо искать смежные с вами. Как у меня это было, люди подписывались, люди выполняли разные условия, лайкали. Но потом, конечно, половина отписалась. Вторая половина. Я думаю, что все-таки кто-то там активный, но не особо, если честно. Я во время самого гивэвэя проводила разные конкурсы, пыталась завлечь людей. И, в принципе, они очень тоже были активны, они участвовали. Там по несколько тысяч комментариев было под фотографиями. Но когда гивэвэй закончился, все-таки все притихло. Люди остались, они висят, половина. И это хорошо, что они висят живые, но они не очень активные, к сожалению. Мне кажется, это из-за того, что в гивэвэях участвуют именно те люди, которым интересно что-то выиграть. Которые любят что-то такое бесплатное, что-то где-то поиметь, так сказать. И поэтому закончился гивэвэй, они пошли искать другой. Просто кто-то забыл удалиться. А твой вывод? Участвуешь дальше в гивэвэях или нет? Я все-таки думаю, что да. Я бы поучаствовала, но действительно нужно очень хорошо выбирать организатора. И, возможно, какой-то результат все-таки будет. Масс фолловинг. Мы уже говорили об этом. Кто не знает, это массовая простановка лайков с помощью программы. То есть, грубо говоря, ваш аккаунт в течение дня подписывается на тысячу людей и на тысячу отписывается. Пользовалась? Как результаты? В начале или и сейчас пользуешь? Да, я в начале таки говорила, что я это все делаю только вручную, только вручную, да. А сейчас я пользуюсь, пользуюсь каждый день и считаю, что это очень-очень хорошая программа. Потому что ты как-то даешь о себе знать человеку. И он заходит, смотритесь, ему интересно. Опять же, то, что я говорила о качественном контенте. Тут важно качественный контент. Если ему интересно, он остается. Почему нет? Какие еще есть советы по продвижению, любые, которые ты считаешь ключевыми? Я считаю, что очень-очень хорошо действуют все-таки конкурсы. Это повышает активность, потому что вашу фотку лайкают, вашу фотку комментируют. Она становится интересной. И вот то, что мы говорили, она попадает в интересное. Ее можно также продвигать рекламой. Конкурсы очень хорошо работают. Люди понимают, что тут можно что-то выиграть. Плюс еще читают посты к этому всему. И они остаются у вас на страничке. Ну и привлекаются новые. И точно так же какие-то коллаборации или рекламы у блогеров. Тут нужно подходить с умом. Если вы сделаете просто рекламу, вас там отметят, типа, вот такая девочка, ничего не будет. Когда делаете рекламу у блогеров, лучше закрыть свою страничку на это время. И сделать очень-очень крутую презентацию, которую, например, блогер выставит у себя в истории. Люди, которые ее смотрят, он там может рассказать еще о вас в двух словах, какая вы классная. Переходит на вашу страничку, а она закрыта. И в этом случае 80% точно подписываются, чтобы посмотреть, что же там. Давай поговорим на тему, которую не очень любят наши герои. О твоем заработке. Как ты зарабатываешь на Инстаграм? Сколько у тебя стоит пост, сториз или какой любой другой формат рекламы? Ну, цены у меня достаточно нормальные. Пост, обычный пост фотографии, когда мне не нужно никуда ехать, а я могу это сделать дома, с каким-то товаром сфотографироваться, это 50 долларов. 50 долларов пост и точно так же история 20 долларов. Если же это уже какие-то условия дополнительные, нужно поехать в салон какой-то там, снять, как мне делают укладку, тогда уже цена повышается. Как ты ищешь рекламодателей или они тебя сами находят? Находят сами. Обычно я делаю какую-то рекламу, мне кажется, что они меня видят где-то, вот что я сделала рекламу, оттуда приходят. Вот, то есть сама не ищу. А в начале когда-то искала сама? Было время, что я, когда еще не брала деньги, было время, что я помню, я ехала отдыхать, и я решила, я выбрала где-то 15 страничек купальников, и каждому одинаковый текст написала, что вот я могу вам сделать рекламу, давайте мне бесплатный купальник. И у меня было 7 купальников, я поехала отдыхать отлично просто, не нужно было тратить деньги, да. Так что, если что-то хочется или нужно, можно написать, почему нет? Рекламируешь все или то, что пробовала, или то, в чем уверена? Как ты выбираешь рекламодателей? Ну, допустим, я продаю там, не знаю, утюг, ты будешь его рекламировать? Ну, смотри, конечно же, я выбираю, я не рекламирую все, что попало. Во-первых, потому что даже в тот момент, что я веган, я не могу рекламировать какие-то протеиновые батончики, которые сделаны с сыворотки, да, на сывороточной основе. Точно так же конфеты, какие-то тортики, очень много чего у меня, к сожалению, отпадает из-за моего образа жизни, много чего и появляется. По поводу утюга, опять же, почему нет? Я могу прорекламировать, если он не какой-то совсем плохой китайский, да? А что обычно рекламодатели просят при взаимодействии? Они просят статистику, либо просто разместите пост, оплату сразу берешь, после, как вообще это? Вообще 50 на 50. Половина, вот мне кажется, те, кто новички в этом, они не просят статистику. Ну, это, конечно, хорошо для многих блогеров. Вторая половина просят статистику и охвата, ну, всего полностью, и поста, и какой у вас охват, показы, все. Скидываешь им статистику, если им подходит, они уже как бы пишут, мы обговариваем условия, и сразу оплата. Оплата только после нее уже я делаю пост. Иногда еще присылают товар, например, с которым сфотографироваться, ну, и он тоже остается у меня. То есть самых больших приобретений вот в виде товара? В виде товара, ну, вот недавно мне известный бренд MyProtein, это спортивное питание, прислали огромнейшую коробку спортивного питания, которую, в принципе, я и сама пользуюсь уже давно. Оно там было на пару тысяч гривен, в принципе, ну, недешево. И плюс к этому они еще и заплатили мне за пост. Как еще можно заработать в Инстаграм? Возможно, тебя зовут на мероприятия какие-то, нам в рекламу, телек сниматься. Какие-то вот еще есть доп. заработки, кроме публикаций, историй? Конечно, есть, ну, в первую очередь реклама. Реклама может быть чего угодно. Точно так же можно зарабатывать, если вы развиваете свой личный бренд, и есть подписчики, можно зарабатывать на всем. Это просто огромное поле, невспаханное, которое можно вспахивать. Например, я, например, я рассказываю о питании, о веганстве, о спорте. И я провожу марафоны похудения, которые основаны на растительном питании. И девочки у меня их покупают, отлично худеют, все прекрасно. Я зарабатываю, и люди довольны. Можно просто вообще что угодно проводить. Если у вас есть публика, которая вас любит, она вас поддержит. Я знаю, что ты выкладывала фотки с парнем. Как это повлияло на твой аккаунт, и стоило ли оно того? Ну, если сказать честно, на аккаунт повлияло не очень хорошо, поскольку у меня такой спортивный блог, можно сказать, с каким-то там фотками спортивными, с прессиком. И тут фотографии с парнем. И моя вся аудитория, ну, половина ее мужская, как ни крути. И, конечно, она не очень была рада это видеть. Поэтому тут уже нужно думать, что для вас важнее. Если раскручивать ваш блог, то, наверное, лучше семейную жизнь отложить. И, ну, не то что отложить, просто не вмешивать ее в работу. Относиться к инстаграму как к работе, а жизнь семейная, она вот здесь. По поводу популярности твоей в инстаграм. Были ли какие-то забавные случаи в жизни? Что-то происходило такое, чего не ожидала? Не могу сказать, что так часто меня узнают на улице. Но, тем не менее, такие моменты бывают. И в прошлом году, на мой день рождения, я праздновала в ресторане. И там был мой подписчик, он меня узнал. И где-то спустя час нашего празднования он принес огромнейший букет роз. Подарил мне его. Это было очень приятно. Просто сказал, я твой подписчик в инстаграм? Да, он меня узнал. Потом он понял, что у меня день рождения, что я там праздную. И вот заказал цветы, подарил. По поводу назойливых поклонников. Я думаю, как у многих девушек, которых есть популярность инстаграм, тебе постоянно что-то пишут. Я встречал несколько разных позиций. Некоторые девушки в черный список отправляют, а некоторые девушки им, скажем так, нейтрально отвечают, потому что говорят, это мои подписчики, они будут повышать в нее активность. Как ты поступаешь в этом случае? Я считаю, что вообще хорошо, что такие есть. Потому что действительно, они повышают активность. И как ни крути, если я красивая девушка, я выкладываю фотографии, то куда от них не избежать? Я же понимаю, какой будет исход, да? И парень, например, мой тоже должен это понимать. То есть я не то, что там общаюсь с ними в директе, да, в личных сообщениях. Но если они пишут комментарии, я могу поставить какой-то смайлик или лайкнуть. И это активность, это здесь хорошо. Что тебе пишут в директ, присылают ли фотки разные, как ты на них реагируешь? В директ пишут очень много мужчин. И обычно у мужчины, иностранцы в основном, присылают такие фотографии, что стыдно их смотреть. Обычно таких я блокирую. То есть их хватает, я их блокирую, потому что это уже перебор. А так пишут много, как бы я не могу сказать, что я с ними общаюсь, я просматриваю, что вдруг что-то по делу, что-то важное, но как бы не общаюсь. По поводу твоего начала, твоего пути в блогерской среде, что бы ты сейчас сделала по-другому, чего бы не делала? Я бы точно не подписывалась вначале на только мужскую аудиторию, то, что я уже рассказывала, потому что это была моя большая ошибка. Мне нужно было сразу ориентироваться на девушек, то, что действительно мне нужно потом. Возможно, я бы не выкладывала так много фотографий со своим парнем. Надеюсь, она этого не услышит. Сто процентов не услышит. Ты ведешь свой инстаграм уже много лет, но веганом стало, как я понимаю, только один год. Как изменились твои публикации? Как это нравится аудитории? Либо есть возражающие? Да, аудитория реагирует по-разному. В принципе, мне было несложно, поскольку я и раньше писала про питание, про спорт, поэтому просто изменилась немножко тип питания. Но я точно так же пишу про это. Поэтому аудитории интересно узнавать что-то новое. Но, конечно же, есть такие люди, которые наотрез пишут мне какие-то гадости, глупости, что я такая плохая, я не права. И вообще, как я могу такое в массы вносить, такую информацию? Изменилось ли что-то прям кардинально? Нет. Начали подписываться более какие-то люди, которым это интересно, отписываться те, кому неинтересно. То есть меняется аудитория. Но какого-то резкого скачка вниз или вверх пока нет. А твое видение, мужской и женский профиль легче или мужской раскрутить, либо женский легче? Сто процентов легче раскрутить женский, потому что даже если брать просто женскую и мужскую фотографию, то мужчины больше проявляют внимание, они больше будут лайкать. Женщина же посмотрит, но вряд ли лайкнет, например. На какой бы ты подписалась канал мужской, ну, который будет ввести мужчина? О чем, какие тематики? Я думаю, что каналы о бизнесе очень интересны. На самом деле, только если бы мужчины их ввели, не только вот так прям мужский, мужской канал, а как-то, чтобы рассказывали и о том, как заработать девушке можно, а не только мужчине. Не только серьезные бизнесы раскрывали, а что-то более чуть-чуть попроще, то, что смогла бы сделать девушка. Мне было бы интересно такой канал, действительно. Потому что о мужском бизнесе очень много каналов, очень много рассказывают, но что-то, то, что может сделать женщина, такого очень мало. И по традиции, в конце каждого выпуска наш герой дарит нашим подписчикам подарок. Ира, что это будет? Ребята, за лучшую идею для публикации в моем инстаграме я подарю вам коллаборацию со мной. Так что жду от вас комментарии. Ну что ж, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки и обязательно пишите в комментариях идеи для публикации в инстаграм Ирины. До новых встреч!